ну что ж здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас обзор и некой игровой консоли для ретро игр приставка называется retro station 14к она еще просто называется ну на коробке просто написано ретро station так еще в интернете вот именно когда находишь ее допустим в продаже на подписывай еще 14к ну в общем некая такая ретро station android box по факту это в которой встроено огромное количество разных эмуляторов значит характеристики у нее следующие как вы сейчас видите на экране ну в принципе такие обычные для android tv-box а стоит эта штука но на ebay где смотрел допустим можно ее купить около 100 евро получается в зависимости от комплектации объем там флеш памяти идущий в комплекте она может стоить там чуть дороже но в целом вот около 100 евро это на рубли сейчас примерно 10 тысяч рублей дешевенький очень дешевенький геймпад которые своим видом не что напоминает playstation of ski очень легкие собственно раскладка как у иксбокса и вообще в целом вот здесь вот такое светящиеся табло как у иксбокс 360 вот подобных геймпадов в комплекте два адаптеры беспроводной связи у них отдельные как вот микро юсб такие свисточки для этого идет вот такой вот в комплекте юсб хаб для этих самых свисточков ну и собственно все а приставочку я подключил к телевизору подключил к ней внешний жесткий диск на терабайт подключил эти два геймпада они определяются как первый и второй и дальше у нас вот просто непродолжительной загрузки самого устройства минуту где-то она загружается появляется вот такая карусель со всеми разными приставками также можно собственно нажать кнопку и и тут выбрать вот в таком меню эмулятор какой-либо и далее просто вот в таком красивом достаточно меню выбираем разные эмуляторы здесь по идее здесь есть очень многое практически все то есть все ретро аркадные автоматы playstation 1 работает хорошо достаточно супер нинтендо как видите то есть эмуляторов просто тьма turbo график 16 msx intel и vision одессе и даже есть может и мой commodore 64 коллега vision ну capcom это уже игры с аркадных автоматов wonder swan там портативки всякие atari всяких разных мастей вот они пошли metal sluggy так ну давайте пусть будет 2 к примеру посмотрим как запускается это все так и чуть такое боже мой что такая что-то глючит в начале так но запустилась снк опять же графика такая очень размытая какой-то в нафигачил он тоже работает нормально на графончик конечно очень размыто на этой приставке я сразу как видите играю двумя игроками двумя джойстиками один просто бежит в сторону вот так это выглядит так ну давайте вот за их спектрум да вот это вот мне интересно посмотреть как он будет спектрумовские игры запускать потому что у спектрума как известно там в основном игры с клавиатурой управлялись какое-нибудь управление нестандартное так на некоторые как видите нету обложки вот и загруженной картинки там геймплея все управление она на клавиатуру заточен но вот какой-нибудь платформер к примеру запустим и опять он будет показывать какие-нибудь кнопки клавиатуры типа подключайте клавиатуру и играете вот опять же тоже самое дремка стащит этот эмулятор так дремкаст американская версия игры загружается или японская с красным значком это по-моему американская была но смотрите в общем то работает с нормальной частотой кадров дремкастовская игра правда подлагивает звук я думаю что и в других значит игроку может подлагивать короче говоря играть можно более-менее но звуки есть некоторые подлагивания бывают но в целом играбельные частоты кадров хватает в этой игре графика более-менее четкая сглаживания конечно нет но разве что раздражает только лаги вот как-то так работают дремкастовские игры для нее мы с саньком очень долго играли в нее виртуал теннис именно для сеги дремкаст есть для playstation 3 там версии но мне больше всего нравится именно вот этот для дремкастовская первая часть она очень хороша но она простенькая в принципе должна работать без всяких проблем но это же видите чуть-чуть картинка подлагивает даже в этой игре значит все таки эмулятор и дремкаста на этой приставки не идеально работают посмотрите какие лаги тут около 15 fps сейчас происходит у нас не слабовато эмулятора дремкаст слабоват работает на ней о тут есть game watch вот это классная вещь смотрите вся серия нинтендо game and watch это прикольно кстати какая игра сегментный экранчик просто некая игра трон просто балдежная это конечно вообще я вот люди раньше играли да такой барахляндию так ну-ка давай тут кстати есть еще я вам забыл показать меню настройки здесь различные game setting можно выбрать разрешение формат экрана 16 на 9 и так далее то есть типа я запустил игру у меня game station перестал реагировать вообще на нажатие ну весело так может с другим джойстиком что получится о заработал как вообще называется так сели кто-то на весь экран но такое мракобесие на весь экран нельзя так и почему он перестал то на этот джойстик реагирует почему поменялся то главное на этом вот работает ага во пошло поехало да играть конечно в это очень страшно я вам скажу особенно если вот так сделать блин такая графика растянутая мыльная ужасная да это страшно забавно что рычажком вот этим включается типа игра херак и все и поехали вот тонкий кон вот такая портативная игрушечка была так вот так можно на весь экран сделать смотри на это мыло она очень мыльная конечно когда на весь экран делаешь nintendo 64 так давай агента 007 на 64 пожалуй стоит посмотреть как будет выглядеть это и играться бляха муха сколько мы будем смотреть на экран из загрузки ты смотри чё это да вот это графон да это другая часть слушай блин мистер бонд говорит мистер бонд идите сюда пожалуйста это чё так и должно выглядеть или эта игра глючит у нас жестко вообще что по моему глючит она страшно вообще глючит не тормозит но глючит и просто управлять так неудобно какая-то какая-то редкостная гадость этот по крайней мере эта игра работала ужасно да тоже звук так подлагивает немножко подлагивает все подлагивает подлагивает пацаны вот подлагивает каких-то вот таких вот playstation 1 работает хорошо а вот вот эти вот счет по моему не очень нинтендо 64 не очень и всех dreamcast чуть как-то подлагивает и графика мне не нравится но тем такая ну супер размытая какая-то вся какая супер какая-то пиксельная очень пиксель и так бросаются в глаза прям вот если бы сглажена было бы так подлагивает и немножко есть какие-то графические вот артефакты там что-то мерцает там где-то звук тоже какой-то влагающий фпс of по ощущениям 15 во sega 32x вот ее мы проверим sega 32x здесь то уж точно она запустится игра которую играл джон коннор хорошая просто потрясающая реально потрясающая я когда увидел в фильме и обалдел насколько графон может быть хороший но здесь конечно это пиксельная мракобесия я бы сказал и неграфон ну выглядит как пиксельная мракобесия определенно определенная мракобесия я бы сказал и неграфон ну выглядит как пиксельная мракобесия определенно определенная о бог ты мой да это серьезно я даже не знаю я стал бы я играть в такое сейчас ну выглядит как пиксельная мракобесия определенно определенная ну блин как-то конечно очень все специфически но графика такая мыльная то есть как бы если подключить оригинальную приставку через какой-нибудь там оси или там еще какой-нибудь конвертер rgb там храмер по rgb видеовыходу то графика будет лучше на опять же рекл боксе и разбери пай 3 мне графон тоже гораздо больше нравится чем здесь и меню больше нравится чем здесь вот как бы вот это мое мнение то есть вот рекл бокс на разбери пай 3 вот на мой взгляд все лучше графика лучше да возможно тут ее можно поднастроить как-то через эмулятора в общем вот такая вот приставочка интересное конечно меню вот это вот такое специфическое любопытное красочная кому-то может очень понравится но я скажу так мне не понравилось во первых качество вот отображение графики на любых приставках что ретро что всякий там ps1 все такое очень мыльное мракобесие мракобесие я бы сказал и микрофон а 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